Приветствую вас, и первое, что можно сказать, отвечая на ваш вопрос, и анализируя, собственно говоря, скриншот, можно сказать так, что это неправильный набор Т9. То есть человек, думает, что набирает по Т9, а в действительности набирает вручную набор, в результате этого слова получатся неправильными, потому что начало тут вот верное, а дальше идет ошибка. Соответственно, короткие слова набираются вручную, а дальше человек думает, что ему поможет словарь, а словарь не помогает. Но поскольку вы говорите, что это несколько человек так делают, то, соответственно, вероятно стало, что у нескольких человека отказывают от деятельности, сидят через телефон, достаточно мала, поэтому я бы, я перехожил к чисто психологическим моментам. Зато, что молодежь очень наушительно, внушаемо, точнее, прошлошение, и достаточно серьезно гонится за модой, за модными тенденциями, за так называемыми мемами. Мемы – это популярные фразы, популярные какие-то типы, алгоритмы поведения, которые, значит, кто-то один когда-то случайно использует, и если это имеет успех, если это подхватывают другие, то это становится модным. Вот, видимо, так и произошло с этими буквами, то есть, кто-то один отправил набор букв, а другой человек схватил, и это пошло. И сейчас, если молодежь, если люди хотят казаться своими среди вот таких людей, они должны это делать. В противном случае они будут аутсайдером, и их в свое общество не примут. То есть, это такая вот особенность общения, это такой, можно сказать, особенность символизма общения молодого поколения, когда, чтобы человек иначе воспринимать, нужно сделать что-то, как-то вроде ритуал, процесс инициации. Процесс инициации, как вы знаете, идет из древности, то есть, там, что времена проводили разные обряды, но в современном мире такое надо проделывать периодически, чтобы, как бы, подтверждать, что тот человек в теме, тот человек, как бы, в тренде, в течение и так далее. К этому относиться нужно так, что люди просто, ну, придумали сами для себя некий язык, который делает их более сплоченнее, что ли. Вот, как вы знаете, знаете, психология группы. У группы всегда должно быть что-то общее, какая-то символика. Так вот, в данном случае, это и есть та самая символика, которая позволяет людям чувствовать, что они вместе, что они есть единое целое. Это направлено на, собственно, то, для чего начальные были сотни соцсети. Для бега от одиночества, для единения с другими людьми. Вот, понимаете, это как некий такой символ, представляющий ту или иную группу. Этот символ пройдет, но вместо него появится другой символ. То есть, сами по себе символы, они очень приходящие и не являются устойчивыми. Вот, примерно таким будет ответ на ваш вопрос. Если он вам понравился, сделайте его, пожалуйста, лучшим. Если возникли еще вопросы, обращайтесь в личку, помогу вам. А пока желаю удачи и всего доброго.